Мы уже говорили с директором. Вот это, соответственно, дата-путок. Это наши беседы с Артемом Александром Мениным, дорогие священия. Их нигде нет. Это наши, приватные, домашние беседы. Они в аудио стоят, мы дали. А у вас, вы хотели делать ездить? Мы вам подарим наш сайт. Нариндельский сайт. В мировой сети ему равно 50 мекал, где-то мы начали. Это полностью глотолуц. 12 томов жития святых, архипелагулов. Это мои занятия в университете. Это в 20-м томе. Какое, что немножко сказать? Так, было сказано 30, всего 30 наименований. Да, 38. 38. Вот здесь вот 38? Да, вот здесь вот что считается. Вот серия открытым окон 30 книг. Потом идет вот так. Подождите. Раз, два, три, четыре. Почему? Потому что... Да, все это должно быть точно. Да. Теперь смотрите, иногда говорят, понятно, что ездать, это не просто сегодня. Где игровой день? Вот три строчки почитайте. Это люди, которые действительно понимают то, что мы делаем. Это не игровой момент, не постаральный роман. Ну, каждый очень. Может, как бы, если в отдел какой-то, как назвать? Можно назвать вот так вот эти библии или открытым окон. Видите, я даже как заголовок делаю, кавычки. Считать, как бы, строчки не советы. Ну, задумайтесь, люди, о небе. Ну, нельзя же жить одним днем. Конечно. Вот я показываю, допустим, к истинному православию. В самом начале уже говорится, что материал для этой книги собирался 40 лет. Какой труд заложен. Здесь по всем вопросам крещения, покаяния, вот она, оглавление идет. Спрашивают, где книга издается. Вот ответ. Это у города Болтайска у нас. А в самом Барново, в Болтайском крае таких книг не могут. Они их как-то оборудованы, как вот такие. От ответственного бридного корешка. И вот эти три книги. Второе издание вышло. И вот это автобиографичное. Посолы Путину, Медведеву, Патриарху Кириллу. Это вот она, как бы, о моей жизни, биографии. Это мои тюрьмы, лагеря, из-за слова Божьего. У меня очень такая биография похожа на сложение сына. Даже я скажу иногда, говорит, выгод на него похожи. Да. Вот писатель Дмитрий Быков, сейчас и книга его шла, у нас там, мол, приезжал. И он пишет, Александр Исаевич, вы стремитесь обустроить Россию. И ее уже обустроили. Точно по вашим лекалам. Вот все заключается в том, вот Патриарх Алексей Второй говорил, отучили молиться, отучили трудиться. Вот я начинал детского лагеря. У меня 18 параметров, которых в других лагерях нет. Дети все их в 5 утра. А что они делают? Ты послушай, через две недели они не хотят позже вставать. Они видят уроса, они купаются до завтрака. И надо просто всего себя отдать. Мне 73 года. У меня три голубятни. Я с леготишками обо всем забываю. Потому что это мой народ, моя земля, другого не будет. И все на таком пределе находится. Я вчера прислонился к статуям Храма Христа. На крови. А я начитывал о них. Я не мог у них снять. Кого погубили? Какие девицы? Кому они мешали? Какие княжны были? С чего этим добились? Все равно той власти нигде нет. Но мальчишка 14 лет. Какая его вина? Никаких. Расстрелять, сжечь, раздробить. Почему получилось? Потому что забыли еще его. С Ложенистым, когда Нобелевскую премию присваивали, Я, говорит, сказал, люди забыли Бога. И отсюда все. Отсюда преступность, насилие, коррупция, все остальное. Сейчас милиционер нас останавливает. А видно, как накачаны наркотиками. Просто нет времени нам остановиться. Уволя за ними. Документы представили. У них еще больше нет. На каждом деле. Вот ваше дело. Я просто скажу. Мне дается, что центр в области, это не администрация, это библиотека. Без нравственности. С Ложенистым говорит, нам Россия не нужна. Почему? Просто бандитское государство будет. И вы делаете настолько великое дело. Как привлечь людей к этому? Вчера мы со священником рассуждали. Мы, говорю, даем книги. А возвращают. Я говорю, наши книги не возвращаются. Здесь конкретно каждый вопрос на сегодняшний день. Конкретно к обстановке. Конкретно к тебе. А как я могу по-другому раскрыть свои таланты? Так много Бог дал. Русский народ чрезвычайно талантливый. Бог дал ему такие богатства. И мы все потеряли. Разве же можно так? Как мы отвечать будем за потомков, за внуков? Что мы им оставляем? Это вот все, что я изложил. Это вот у меня противосектантская беседа с людьми. Без всяких нападок. Мне это не нужно. Ну а остальное. Кое-где вот пятнышки остались. Они лежали вместе и трясли друг от друга тверкостью. Книги все новые, неприкасательные. Это разбор самых известных людей, как они отвечают. Это я за 8 лет издал. Долго ехали к нам. Второй год издал. Да, 2000 по порядку идут. Мы поехали только в этом году, пока машину приобрели. Денег нету. И вдруг Бог открыл нам двери. Целую папку везут. Все центральные библиотеки. Московская, Ленина, Парламентская, тут Самара. Мы в Нижнем Черябинском проехали. Теперь готовы и разговоры эти украины. Ну уж как Бог даст. Так хочется, чтобы обстановка изменилась. Спасибо. Храни вас Господь. И вас.